Всем привет, в эфире программа ЕДОК. Сегодня у нас в гостях нутрициолог, фитнес-тренер Андрей Дружнов. Какие продукты нужно есть детям? Смотри, опять же, на самом деле все свежие продукты, самое главное, и как можно меньше обработанные продукты будут полезны. То есть мы берем следующие критерии. Свежесть, наименьшая обработка и максимальная натуральность. Из этих трех критериев все продукты будут так или иначе полезны. Андрей, как ты считаешь, стоит ли вообще садиться подростку на диету? Я бы не советовал вообще кому-либо садиться на диету. А вот одна из наших героинь села на диету и наоборот набрала лишний вес. Подробнее об этом в сюжете Натальи Салтановой. Здравствуйте, редакция программы «Едок». Я стараюсь следить за своим здоровьем и фигурой. Недавно мне захотелось похудеть. Так я пересмотрела весь свой рацион. Также в интернете я прочитала, что можно есть обезжиренный творог. Так каждый день я ела творог марки «Вкусный день». Но вместо того, чтобы худеть, наоборот, начала набирать вес. Подскажите, пожалуйста, что с этим творогом не так и в нем ли проблема? Творог, который любит наша героиня, мы купили в местном магазине. И сейчас проверим его в ЦСМ Росстандарт в Нижегородской области. Мария, здравствуйте. Вот наш творог. Проверьте его состав, потому что наша героиня ела его, обезжиренный творог, и поправилась. Здравствуйте. Давайте проверим ваш творог, который вы к нам принесли, на жирно-кислотный состав, а также узнаем, есть ли там крахмал. Это довольно простой способ. Мы можем взять просто раствор йода, немного нашего творога, который сегодня вы к нам принесли, и посмотреть реакцию. Если в твороге содержится крахмал, то он сразу же посинеет. Если его там нет, то йод останется таким же коричневым. Давайте проверим. Если анализ на крахмал сделали прямо при нас, результаты второго анализа жирно-кислотного состава на наличие растительных жиров в твороге, мы сможем узнать в конце нашего выпуска. Итак, мы с тобой вот уже капнули на две разные пробы, да, и ты видишь, что поменялся цвет, но он не стал больше. Стал синим, это говорит о том, что, возможно, здесь нет картофельного крахмала, но он почернел. Это говорит о том, что здесь, возможно, какой-то другой крахмал, может быть кукурузный. Таким образом, мы можем сделать вывод, что этот творог фальсифицирован, ну, на первом этапе, а затем мы проведем анализ жирно-кислотного состава, узнаем, все-таки это молочный продукт или заменители молочного жира. И более сложный анализ проведем по крахмалу и узнаем, сколько здесь этого крахмала содержится. Теперь мы с уверенностью можем сказать, что одна из причин, по которой Лиза поправилась, состав этого творога. Ведь в нем было обнаружено более 30% растительного жира и крахмал. Андрей, скажи, стоит ли вообще покупать такой продукт и употреблять его в пищу? Смотри, как я понял из вот этой информации, производитель вообще ввел в заблуждение покупателей. То, что у него было заявлено одно на этикетке в составе, а по факту после исследования мы получили штамм вообще совсем не то. Поэтому нужно читать состав, нужно еще хотя бы как-то мониторить список, так скажем, надежных производителей, которые, то, что у них заявлено в составе, то и по факту есть продукты. Андрей, спасибо, что пришли. Обязательно приходите к нам еще. Может быть, у вас есть что сказать нашим телезрителям напоследок? Спасибо большое за приглашение. Было интересно с вами побеседовать. Приглашайте еще. И всем нашим телезрителям желаю получать больше эмоций от реальной жизни, каких-то физических активностей, а не только от еды. Если именно у тебя возникли вопросы, то присылай нам их на электронную почту, которую видишь сейчас на экране. Спасибо, что были с нами. Увидимся ровно через неделю в это же время. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»